Организатор за возможность выступить на этой конференции, хотя моя работа скорее не теоретическая, это попытка применить аппарат римановой геометрии к одной задаче, которой возникают довольно любопытные геометрические структуры. Ну, любопытно скорее не то, что как они устроены, это как раз все довольно стандартно, а любопытно то, что они там возникают, это может быть неожиданно. И речь идет об управлении ориентацией космических аппаратов без использования ракетных двигателей за счет перераспределения углового момента между корпусом аппарата и какими-то маховиками, которые определенным образом закреплены и, в принципе, все, что там происходит, можно описывать даже без, собственно, уравнения движения. А сулька, только записав и этот самый интеграл кинодетического момента. То есть здесь омега это угловая скорость, которая отображается в касательное пространство SO3, если элемент SO3 задает положение корпуса, омега задает произволную, элемент касательного пространства. А вектор K это сумма вращательных моментов маховиков. Если заданы оси вращения, то это можно записать, например, так, где АИТа это ортогональная матрица из SO3, H и ИТа это кинетический момент маховика как скалярная величина, от нуля до какого-то максимального значения может изменяться, а маха это, соответственно, задает его положение. То есть конструкция эта выглядит примерно следующее образом. Есть межая рача, в ней закреплен этот маховик. И она может поварячиваться. Здесь, возможно, есть несколько вариантов, но в основном я буду говорить про один. То есть либо эта величина постоянно и одинаковая для всех маховиков, это наиболее интересный случай. Может быть так, что напротив никуда эта рамка не поворачивается, она все время стоит на месте, это постоянно, это меняется. Может меняться и момент маховика, и его положение. Это, в общем-то, разные устройства, но с геометрической точки зрения наиболее интересна та задача, когда постоянный момент вот этого константа, и это может заменяться. Тогда конфигурационное пространство мы можем представить, как M мерный тот, где M это количество маховиков, и каждому их положению соответствует некая точка из трехмерной области. Ну, я вот так это обозначу. На самом деле, это какое-то замкнутое множество, и оно центрально симметрично, по понятным причинам. Час, а что это положение тела в пространстве? Нет, нет, нет. Положение тела в пространстве, я здесь про него вообще ничего не говорю. Можем сказать, что у нас еще там есть СУ-3, про который как бы... Наверное, что вы хотите управлять, меняя тензер инерции, вот с точки зрения просто механики. Да, тензер инерции вы меняете? Нет, 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 я перераспределяю вращательный момент, что вот это вот постоянно, если меняется К, то меняется и Омега, соответственно. То есть я могу влиять на ось вращения и на скорость вращения. В каком-то положении эти маковики, если они симметрично расположены, их суммарный момент будет равен нулю, если этот интеграл был вначале равен нулю, то и тело никуда вращаться не будет. Но потом можно эти рамки так повернуть, чтобы сумма уже была ненулевая, за счет этого мы поправляем положение на его аппарат. В общем эта схема довольно широко используется, но все-таки чаще используются маховики с фиксированием вращения. А это такая специфическая вещь для тех задач, где нужно быстро поворачивать достаточно массивные тела, ну например на спутниках шпионов такие системы стояли. А я понял, то есть вы управляете все-таки кинетическим моментом, но вращая ось, меняя ось вращения. Ну в принципе какие-то задачи оптимального управления решают просто полагая, что вот это управление. Ну и здесь конечно еще раз. А с какой угодно? Ну есть такая задача. Да. Была публикация в Ангомере по этому поводу, но она все-таки была прямо хориди, где капры это какой-то многогранит. Но если фиксированные оси и фиксированные расположения может меняться h, то все возможные значения h в условии, что h это мало, h это принадлежит отрезку, все возможные значения k это какой-то многогранит. Вот у Монгомери в соавторстве с каким-то автором из индей была работа про оптимальное управление, ну про геодезические на вот такой задачи. А здесь ситуация другая, здесь конфигурационное пространство отдельно, вот система этих маковиков, которые закреплены в вращающихся рамках, это будет примерный торт. И если мы предполагаем, что все моменты у них одинаковые и постоянные, то вот эта вот х это сумма нескольких сумма Минковского нескольких единичных окружностей с центром в нуле. Это довольно сложный на вид объект, но при симметричном расположении там получается какая-то такая штука с отпаденными. Микол, конечно надо было... Нет, по-моему сумма Минковского то выпуклое тело всегда вроде даёт всё. Ну конечно, но мы же здесь рассматриваем сумму Минковского не выпуклое, просто окружностей каких-то, просто окружностей ну сумма, все возможные... суммы там... ну буквально 12. То есть в точке одного тела и каждой точке приделываете второе тело, да? Да. Берёте объединение? Да. Здесь такой интересный момент, что вот про это тело, если сумма нескольких единичных окружностей с центром в нуле, это в задаче управления, да, возникает вот такое множество АК, которому принадлежит кинетический момент, мы можем его выбирать внутри вот этого множества. Но про это множество неизвестно даже будет ли оно односвязным. В окружности и пространстве, да? Что? В окружности и пространстве. Да, в окружности и пространстве. Ну, его, понятно, что это какая-то такая частная задача, которая почти никому не интересна, но формулируется очень просто и, по-видимому, совсем просто, она не решается. То есть имеются окружности не на одной и той же сфере, вообще неизвестно какие, да? Нет, нет, они все центром в нуле, просто по-разному литьют. И что можно сказать об их сумме, да? Что можно сказать об сумме Минковского? Да. И неизвестно, что это связано? Неизвестно, что это односвязано. А, это односвязано. Вернее, во всех разумных примерах, где ее численно строили, это множество. Большая окружность и маленькая это ТОР получится? Одна такая? Нет, они все одинаковы, все единичного радиуса. Все единичного радиуса, да. Только единичного. Иначе бы, конечно, могло получиться не односвязано. Но вот здесь, здесь, в всех известных примерах, получается некое трехмерное тело, ну понятно, центрально-симметричное, невыпуклое. Но в нем, конечно, нет полостей, нет никаких стягиваемых групп. Все гомотопические группы тривиальны в известных случаях. Но, как это доказывает, там не за что, просто стягиваемые, обычно получается стягиваемые, как вы говорите. Да. Все обычно. Нет, ну если она не односвязная, то первое, гомотопические группы, значит, нетривиальные. А вот козайцы, 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 козайцы. А на заднем можно, даже и на заднем. А от никакого количества что-нибудь известно для двух или трех? Для двух это очевидно. Там, на полчатке все еще. На бумажке все пять минут считается. Очень легко пролить. Сейчас я задал радиус с одним центром, то есть я пересекался всегда в другую точку. Угу. 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 Сейчас в той случае. Нет, почему? Почему? Если совпадают две, то это будет диск. Корух такой, да? Да, 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 достаточно. Ну это ладно, это еще полбеды, как говорится. В общем, управлять этой системой, то что она связана с недоказаной, никак не мешает. Далее, обычная задача управления ставится следующим образом, нужно чтобы кинетический момент системы Хрива был заданной функцией времени. При этом мы минимизируем там некий интриал. В общем, на то времени, наверное... А, но если у вас можно из КАТ-Т выбирать разрывное, то вы спокойно можете обработать. Или вы хотите из КАТ-Т какой-нибудь гладкой брать? Нет, из КАТ-Т гладкой. Ну, минимизируется некий интриал, задан начальный, ну, задан просто маршрут. Здесь дело в том, что, конечно, у нас для каждой точки, для каждой точки вот этого КАТ большого, есть некое многообразие на эмумерном туре, которое в него отображается. Причем там могут происходить некие перестройки еще, когда КАТ пробегает по вот этому пути. Выглядит это следующим образом. Система испыточная, я забыл упомянуть. Вернем всегда во всех этих системах больше разуменности. Вернем, когда мы проходим вот этот вот путь, я сейчас выражаю, как выглядит... Как выглядит... Как выглядит... Ну, если это отображение как-нибудь облазначить... Ну, пусть это и будет называться КАТ-МАЛОЕ. К каждому моменту времени соответствует некая точка в КАТ большому. А здесь что-то вроде линии уровня вектор функции. То есть то, что переходило в это значение К на туре, это будет некое многообразие. Размерность у него... Размерность у него... Да, размерность у него... Минус три. В каждый момент времени. Далее, в множестве К большое есть внутри некие сингулярные поверхности. Это те поверхности, на которых ранг... Ранг матрицы... Сможет, в принципе, вырождаться. То есть, конечно, это, во-первых, некие микроногообразие на мерном туре. Но, когда оно отображается в К большое, то внутри этого К большого, оно разбивается на несколько связанных областей. Вот этими двумерными поверхностями. И когда К со звездочкой проходит через поверхность, вот в этот момент как раз и происходит перестройка. Так, а правообразные размеры? Сейчас, а... Меняется... Меняется правообраз, когда, да? У вас есть К, и у каждого К свой правообраз, да? Вот такой вот. Да. И есть моменты, когда он меняется. Переходя через критическую точку. Критическую точку... Критическую точку вот этого отображения. Слова, которая сторона... Да, да. Слова, которая... Вот. И тогда, значит... А, ну да. И у вас идея именно управлять так, не спеша, чтобы гладко. И этот момент, когда вы можете поменять, да, как бы, характер управления, что-то... Да. Но здесь есть одна неприятность, которая, в общем-то, из реальности, все трудности в управлении этим объектом. Ну вот, допустим, где-то они слились, где-то опять... Опять разделились на два рукава. Но можно... Вы пишите вот... Извините. Вот выравнение пишет именно такое. И Омега в труска, да? Оно констант. Да. То есть, по сути, дело... Да. Это такое адеобатическое как бы управление. То есть вы... Но вы пишите выравнение, оно такое, если у вас К от Т не зависит. Правильно, да? Она сам... Ну, настоящая динамика. А на самом деле она зависит. Но если медленно она движется, такое адеопатическое как управление, то можно считать, что не зависит. Она стабилизируется. Нет. Поэтому скакать как раз нельзя. Надо потихонечку ее тащить. Менять ее можно только медленно. Ну, поэтому... И реально, вот действительно, шанс перестроиться. Ну да, так это вот как раз используются в разных областях. Я не знал, что со спутниками тоже, но вот в квантовом управлении это используется. Нет. И реально там с уровня на уровень где-то, так сказать, спектральные переходят. Таким образом. А здесь, значит, менять ее характер. Может, как раз, когда мы приходим к критической точке, какие-то ветвления там возникают. Да, непонятно. Ну, здесь я имел в виду, что если у нас известно КАТЭ, то мы можем посчитать и ОМАТЭ, а потом поставить выравнение динамики, проинтегрировать и получить уже траекторию МСОТ-3. Нет, это понятно, что мы управляем, собственно, ОМАТЭ. Но чтобы это было верно, нам надо, чтобы КАТ менялась как раз вот не спеша, так сказать, КАТЭ не может. Ну, все понятно. Ну, хорошо, давайте. Далее, ну, тут проблема типичная для случая, когда ЭМА мочит... Вот, тогда эта картинка практически полностью соответствует действительности, то есть сечение в фиксированный момент времени это одномерное многообразие, какой-то набор окружности. А вот эти штаны как раз. Оно, штаны, да, вот эта штанина, она где-то может оборваться. Это бывает только в том случае, если ровно четыре этих маковика. Потому что при большем числе там доказано, что такая ситуация невозможна. У нас любая ветвь, любое там многообразие, оно по времени, ну, оно не может исчезнуть. Оно не может стянуться в точку. А вот в случае ЭМА 1.4 это возможно. Поэтому, если мы управляем и делаем неудачный выбор, а по локальным свойствам это никак установить нельзя. Туда мы пошли или не спутя. В момент времени. А что если мы пошли вот в ту штанину, которая заоткрылась? Это наше второе, мы можем развернуться. Развернуться мы не сможем, потому что у нас время будет. Ушло уже, да? Да, время ушло. Вот если мы сюда попали, мы никак не можем продолжить управление системой, не сходя с кассо-звездочкой. Будем вынуждены куда-то сойти. Вот, ну, простой путь как этого избежать, но, к сожалению, в энергозатратных компасе. Ну, связано с большими затратами времени. Довольно очевидно. Поскольку все поверхности, на которых ранг может вырождаться, не разбивают полголосно связанные какие-то штуки. И есть одна из этих областей симметричная с центром нуля. Мы просто можем выбирать, планируя движение, мы можем выбирать только такие коассо-звездочки, которые находятся внутри одной из этих областей. Например, так, который с центром нулей. И тогда никаких дефоркаций, ничего тут не происходит. Все многообразия нужного момента продолжают существовать. То есть, камблескоп нулю, и он может только медленно поворачиваться. Да. Но это сильно ограничивает возможности. Потому что, когда Кобегина оставили, чтобы быстро поворачиваться. Да. Чтобы около нуля где-то болтаться. Получается, да. А для этого, да. Чтобы это было наработало, надо еще, ну да, маленькое. Заметная часть возможностей этой системы тогда не используется. Да. В этом случае. Ну, надо пятые просто поставить. Что? Ну, пятые выходи поставить. Да, но там же борются за каждые килограммы. Эти штуки, они бывают очень даже громоздкие. Ну и как Вы с этим боретесь? Ну, практически никакого хорошего способа неизвестно, чтобы с этим бороться в случае, когда им равно 4. Потому что, если у нас есть достаточно времени, чтобы решить задачу на весь интервал, потом пользоваться программным управлением, тогда, конечно, мы перед любой точкой разветвления просто рассчитываем упало. А, ну да, Вы просто заранее рассчитываете. Да. И тогда мы уже в одном, по крайней мере, случае до нужного момента доберемся. можно рассчитать как. То есть, Вам нужно хорошо знать эффективность, зависит от того, насколько Вы знаете это многообразие. Да. И здесь, собственно, на математике есть некое место. Да. Чем лучше Вы знаете все дефоркации, структуру многообразия, тем быстрее Вы сможете это все рассчитывать. Ну да. А теперь, в принципе, здесь можно поставить задачу поиска геодезической. Слеза дата некая начальная точка на вот этом вот многообразии, еще одновременно на время. То есть, вот буквально то, что здесь нарисовано, здесь уже будет момент на многообразии. И нам нужно найти оптимальный эффор энергии, пусть ведущий по многообразию вот до этого сечения. Ну, метрика здесь совершенно обычная просто. И одна вторая, до скалярного произведения, до сигма, до себя. Но, возникает некоторая проблема. Да, мы можем, конечно, взять, попробовать посчитать даже геодезический поток. Узнать, в какой момент мы, как мы быстрее всего проходим до вот этого вот многообразия. Но невозможно гарантировать формально, что оно не будет идти обратного времени. Да, да, да. Как с этим бороться, тоже непонятно. Но, опять же, в каких-то разумных примерах все благополучно идет по времени вперед. Если мы... Если мы... Если мы... Что? Если мы... Ну, вот хорошо. И... Да, точка динферкации можно будет перемещать. Да, я как раз и хотел что-нибудь по этому поводу услышать, но это уже, наверное, после отклада. Ну, и поскольку время уже подходит к концу, я еще скажу пару слов про общую формулировку. Ну, ладно, здесь мы зафиксировали некий маршрут, и он определяет вот это многообразие. Каждому маршруту гладкому соответствует гладкое многообразие размерности. Минус три сечения, а минус два, если помножили на время. Но, в принципе, мы можем попробовать решить задачу без фиксированного маршрута. Что это такое, тогда будет. Тогда конфигурационное пространство, это SO3, И... 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 Тогда... Тогда... Там возникает некое подобие Субрименовой задачи. Но... Тоже со своими проблемами. И в основном проблема-то тоже в том, что мы не можем гарантировать, что... Кривая касательная к распределению ведет себя правильно. Потому что... Состояние... Просто полуплоской взяли. Получается задача управления, да? Вы двигаетесь не по распределению, а просто по половинке. Да, да. И то же самое по сути дела, что задача с дрифтом. Угу. Хорошо. По половинке движетесь, да. Ну... В принципе, да. В принципе, да. В принципе, Практически эти задачи решаются. В разными методами. В том числе и вот таким, через... Через геотезические потоки тоже. Ну вот... В принципе, все, что я хотел сказать об этой задаче. Спасибо. Хорошо. АПЛОДИСМЕНТЫ А массового маховикова какая? Ну... Примерно. Ну... Это... Единицы килограмм для каких-то небольших спутников. Но те, которые на МКС стоят, там уже десятки килограмм. То есть, они тяжелые вообще-то? Да, довольно тяжелые. То есть, вот ваше исследование это используется в реальных спутниках? Нет. Мое исследование нигде не используется. И тут такая... И на самом деле, я уже спутниками не занимаюсь. Те вещи, которые я делал, они тоже нигде не используются. По следующим причинам. Все, что делается у нас, оно делается методами, разработанными 40 лет назад. И ни у кого нет ни времени, ни желания за то, чтобы использовать что-то другое. За границей, может быть, ситуация несколько иная, но... То есть, как бы, маховики используют всегда, с самого начала инженеры. Вопрос, чтобы это изучить и делать лучше. Маховики используются. Но способы управления генерализацией, управления нарушением, могли бы использоваться, если бы... Прямо уже с готовыми веками, чтобы поменьше этих количеств, чтобы лучше сорваться. То есть, сам способ, он взят просто из жизни. А вот с самого начала, 60-х годов, они ориентируются спутники с помощью одноклассников. С самого начала. То есть, было первое решение, как вообще стабилизировать спутники. Ну, в общем-то, нету даблик. А? Нету даблик. Нету даблик. Нету, просто... Такие штанги. Дело в том, что... Ну, это... У меня старый знаком, даже можно сказать, ученик Андрей Александрович, который здесь был. Мой молодец. Мой молодец. Ну, механик, который...